На вопрос, кто для вас человек, страдающий наркоманией, предлагается три ответа. Каждый голосующий выбирает свою позицию в обществе. Принимать активное участие или остаться в стороне от социальных проблем. Самый действенный способ борьбы с зависимостью, считают специалисты, это заниматься ее профилактикой. Но участники встречи не собираются запугивать или ограждать подростков от реальной действительности. Я думаю, что уже многие специалисты и сами родители понимают, что профилактика, когда рисуются страшные плакаты о вреде наркотиков и алкоголя, эта профилактика уходит в прошлое. На сегодняшний день в школах ведется работа по воспитанию сильной личности, говорят педагоги, способной самостоятельно преодолевать кризисы. Большое внимание уделяется и информированию подростков. Например, мы раздаем социальные открытки. Это на грант администрации города, на субсидию. Общественная организация разработала их. И в каждой открытке приведены конкретные телефоны, служб, программ, куда можно обратиться родителям, подросткам, самим детям, например, единый телефон доверия. Психологи и педагоги поделились своими знаниями с родителями и представили уже имеющийся опыт работы с детьми и подростками. Мы не то, что можем помочь, мы уже помогаем, мы уже делаем. То есть мы не теоретическую информацию даем, мы, можно даже, так сказать, отчитываемся несколько перед родителями о том, что происходило в этом году в школах. На следующем родительском собрании педагоги планируют обсудить не менее актуальную тему профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних. Необходимо вместе встречаться с специалистом, учителем, психологом, родителем, представителем общественных организаций и вместе вырабатывать шаги, как можно в нашем городе решать социальные проблемы. Ольга Максимович, Константин Понюхин, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ.